Магаданский областной краеведческий музей. Здесь хранятся предметы этнографии, печатные издания, нумизматика, фотографии, оружие, живопись, скульптура. Собрание насчитывает почти 300 тысяч предметов. Мы видим на выставках только 2-3% от всей коллекции. Остальное хранится в фондах, куда обычному посетителю вход воспрещен. Мы открываем дверь в главное хранилище колымской истории. О чем может рассказать всего лишь одна вещь. Зима 1942-го стала для жителей блокадного Ленинграда самой тяжелой. Пик смертности от голода, холода и бомбежек. Спасение для людей – военно-автомобильная дорога номер 101. Единственная, которая связывает Ленинград со страной. Дорога жизни. Из осажденного города по Ладожскому озеру под обстрелами вывозят измученных ленинградцев. Люди берут с собой только самое необходимое. В апреле 1942-го среди детей, женщин, стариков и раненых замечен мужчина с весомым грузом. В его багаже – результаты лабораторных исследований и образцы материалов, собранных экспедициями на далеком северо-востоке страны. Ценный груз, который позволит продолжить поиск и добычу полезных ископаемых на Колыме, спасает 31-летний геолог Алексей Васьковский. А это все эти справки, удостоверения, которые подтверждают его нахождение в Ленинграде в качестве руководителя сводной группы геологов Дальстроя, которые давали ему возможность освобожден от мобилизации в Красную Армию и возможность выехать обратно в Дальстрой с материалами экспедиции. Опять для широкого шага распахнута синяя весть, не вся еще выпита брага, и мир еще пройден не весь. Геолог все время в пути и в поиске. В поиске полезных ископаемых, в поиске истины, в поиске себя. Алексей Петрович Васьковский был геологом. Энциклопедист и естествоиспытатель с пытливым умом, для которого, кажется, не было границ. Однажды, увидев Колыму, он не изменит ей до самой смерти. Алеша родился в Петербурге в 1911 году в семье студента-технолога Петра Васьковского, старший сын. После него появятся на свет еще две сестры и брат. Дети рано лишатся отца. И Алеша будет понимать, что семье нужно помогать как-то жить в новой стране. В 28-м он окончит трудовую школу-девятилетку, найдет работу в механических мастерских, будет кочегаром и машинистом парового катка. Но юноше этого мало. Молодая страна открывала большие возможности. Индустриализация. В стране требуются специалисты среднего звена тысячи срочно. При университетах открываются курсы, где по сокращенной программе обучают молодежь новым профессиям. Алексей Васьковский поступает на геологические курсы при Институте цветных металлов. Становится коллектором и уже через год отправляется в Южно-Енисейскую партию. Что значит помогать геологу? Что значит быть коллектором? Это значит описывать минералы, породы, складывать их, описывать керны скважин и так далее. То есть это такой вот на подступах к геологии. А потом он участвовал в обработке коллекции. И вот это ему очень понравилось. Васьковский с этого и стартовал, как петрограф, то есть описание минералов через микроскоп. И он, зная, что образована уже Колымская экспедиция, Васьковский попросился в партию, которая заведовала Билибе, это была его третья экспедиция, это был 1931 год. То есть еще нет приказа о создании дальше строя, а уже создается Охотско-Колымская геологическая база. Но он с большим трудом туда пробился и сразу там очень быстро выдвинулся на ведущую роль. То есть с коллектора, который это средний технический персонал, он буквально за год стал начальником уже партии геологической отдельной. Опять как в те дни, не борясь и не споря, Счастливое сердце у ветра в плену, Опять под бушпритом Охотское море Качает соленую злую волну, Омытая в нежной, извечной купели, Душа вспоминает в предутренней мгле, Как мы отплывали, Как плыли, Как пели, Как мы приближались Безвестной земле. В 1931-м Васьковский открывает для себя Колыма. Алексею всего 20, но он уже возглавляют геологические партии, Проводит исследования в бассейнах рек Нерега и Аратукан. Спустя два года возвращается в Ленинград, Сдаёт все зачёты и экзамены на геологическом факультете Ленинградского университета. Параллельно обрабатывает материалы экспедиции Билибина и Цареградского. Результатом этой работы стало издание первой сводной геологической карты Охотско-Колымского края. Это была научная работа, с практической ноткой, но научная уже работа. То есть это синтез, это начало синтеза геологического, Которым Васьковский потом увлечётся на всю жизнь. То есть создавали состояние карт, составление отчётов, сводных работ по всем геологическим экспедициям. То есть это первая сводная работа по северо-востоку СССР, Он со снитковым вместе готовил, Которую курировали ведущие геологи тогда СССР. Васьковский зарабатывает авторитет в геологической среде стремительно. В 37-м по ходатайству Дальстроя снова отправляется на Индигирку, огромный район Колымы. Руководит группой поисковых партий, Затем всеми геолого-разведочными работами экспедиции Алексею на тот момент всего 26. Именно Алексей Петрович Васьковский и изучил, Особенно он начинал в левые притоки Индигирки. И он доказал, и тогда это было очень важно, потому что всё время звучали сомнения о том, насколько велика золотоносная полоса, сколько средств нужно вкладывать в Дальстрой. Поэтому обоснование золотоносности всегда стояло очень остро, особенно вот эти первые 30-е годы. И когда он начал находить здесь месторождение, вот около реки Альчан, прииск Альчан будущий, это верховье Индигирки, то, конечно, это сразу придало весу прогнозу Билибина, который обсуждался, да и дискутировался, и не был ещё доказан полностью. И, конечно, способствовало постановке более широких геолого-разведочных работ. Алексей Петрович Васьковский является одним из первооткрывателей месторождения Туара ТАС и одним из руководителей разведочных работ на нём, приведших к правильной оценке крупных запасов золота. Как заместитель начальника Дольстроя я свидетельствую также, что Васьковский открыл месторождение россыпного золота в бассейне реки Загадка и в бассейне ручья Звонкий. На базе этих месторождений длительное время работали прииски, давшие значительное количество россыпного золота. Таким образом, Васьковский является одним из первооткрывателей месторождений россыпного золота как в бассейне Колымы, так и в бассейне Индигирки и одним из пионеров их геологического исследования. Валентин Цареградский. Кроме золотых месторождений, под руководством Васьковского тогда же были открыты Олескитовое, Олово, Вольфрамовое месторождение и Угленосный Момский район. В 41-м он снова уезжает в Ленинград уже как руководитель сводно-геологической группы Дольстроя по составлению полной сводки по геологии и полезным ископаемым северо-востока СССР. Война, блокада, спасение результатов исследований, возвращение в Магадан. Руководство научно-исследовательским отделом геолого-разведочного управления Дольстроя. Его главная заслуга – это его карты. Совершенно замечательные карты, которые выставлялись на международных геологических конгрессах, карт Арктики, например. И когда он составлял с карты СССР геологическая, северо-восток, это шли к Васьковскому. Он был член редколлегии, но это огромная честь, это подтверждение высокой квалификации. Васьковского отличала фантастическая трудоспособность. Он пишет статьи по вопросам геологии, географии, интересуется биологией, палеонтологией и фенологией. Возглавляет Магаданский отдел Русского географического общества СССР. В 1972-м его приглашают работать в только организованный Институт биологических проблем Севера. Под Васьковского специально создают лабораторию ландшафтоведения и охраны природы. В архиве ИБПС хранятся стенограммы выступлений ученого. Прежде всего прошу вас известного снисхождения, поскольку я выступаю на ученом совете института в первый раз. Условия мне не совсем известны, и чувствую себя как дебютант несколько неловко. Вторым направлением наших работ будет организация заповедников. По существу в Магаданской области нет ни одного заповедника. Предстоит большая работа с целью выбора участков для предоставления их под заповедование. И именно его авторитет, его знание и опыт, и уважение геологами его позволили создать заповедник Магаданский и провести согласование вообще всех этих территорий. Алексей Васьковский награжден орденами Ленина «Красные звезды», «Знак почета». За свою жизнь он опубликовал более 80 работ по 16 научным направлениям. Он умел быстро работать с информацией, анализировать, выхватывать ключевое, умел идти за мечтой и доводить любое дело до конца. Васьковский не был зациклен только на науке. Сотрудничал с музеем, проводил экскурсии, любил охоту и спорт, знал английский и французский. Прекрасно играл на рояле, сочинял стихи, влюблялся и не представлял свою жизнь без Колымы. Вот это, наверное, последний такой ученый-энциклопедист. Вообще ученый-энциклопедист это 19-й век, 18-й. А Васьковский вот в 20-м умудрился не остаться в рамках узкой специализации, а очень широко взглянуть на северо-восток. Он был истинно знатоком северо-востока, потому что это единственный из геологов, первооткрыватель, который связал всю свою судьбу потом с Магаданом, с нашим краем, потому что все остальные потом уехали, и Раковский, и Вронский, и потом и Цареградский, а Васьковский остался. И вот он до 79-го года, до своей смерти, он пробыл все время с 31-го года по 79-й, он трудился на северо-востоке. По путям, открытым резким ветром, Каждый день в неведомом краю, Счет теряя дням и километром, Ты водила молодость мою. Все свершу я, чтоб не приказала, И без дрожек, как идут стуза, Я приму раскат седьмого вала И удар матросского кинжала, Если ты закроешь мне глаза. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин